Бажаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки. Главное за сегодняшний день. Провел ставку, оперативный уровень, ситуация на фронте сейчас. Докладывали командующие различные направления, восток, юг, также север, противодействие диверсионным группам, укрепление границы. Был и стратегический уровень обсуждения, наши действия в этом году, и не только оборонительные. Украина нуждается в амбициозной и активной перспективе, чтобы именно у нашего государства была инициатива, а не у врага, чтобы именно от украинских действий зависело завершение войны. Мир поддерживает тех, кто имеет перспективу, и это фундаментальная задача – сохранить инициативу, чтобы была возможность становиться сильнее. Провел итоговое совещание после всех встреч и переговоров, официальных визитов в Швейцарию, участия в Давосском форуме. Было много хороших, полезных встреч. Европа, Америка, Африка, Азия. Говорили и с политиками, и с лидерами бизнеса. Сегодня чиновники продолжили работу на форуме, в частности, чтобы прилечь в Украину, в оборонный сектор, больше бизнесовых, технологических возможностей. Очень важно, что мы представляем не только потребности Украины и наших воинов, всего общества, но и при всех сложностях войны представляем возможности Украины. То, что мы делаем, то, что мы можем делать, то, чем мы можем укреплять общую безопасность в Европе. Провел отдельное совещание с министром обороны. Готовим больше сил для нашего государства. Совещание с правоохранителями, в частности, на совещании был глава Службы безопасности Украины. Основной доклад по противодействию коллаборантам по уничтожению логистики врага. Я благодарен службе за результаты. Отдельная ситуация с нашими журналистами, в частности, факт слежки за журналистами. Служба безопасности Украины приступила к расследованию и выяснит все обстоятельства. Любое давление на журналистов недопустимо. Особо я хочу отметить сегодня и поблагодарить всех наших людей, которые продолжают работать и днем, и ночью, помогая после российских ударов. Наши спасатели ГСЧС Украины. Местная власть, которая действительно со своими общинами, действительно со своими людьми. Каждый украинский врач, все медицинские работники, волонтеры, каждый, кто помогает Херсону и области, Запорожью, Донецкой области, жителям наших прифронтовых и приграничных общин Харькову и области. Сегодня был очередной удар российской авиации по Купенскому району. Двое детей пострадали, в том числе мальчик, 10 лет ему. Очень тяжелое ранение. Один человек погиб от удара. Мои соболезнования. Это был вполне сознательный российский удар, управляемый авиабомбой прямо по одному из сел Купенского района. Херсон – почти непрерывные обстрелы. К сожалению, тоже есть раненные и погибшие. Обязательно ответим оккупантам. И каждый видит, что наши ответы для них действительно ощутимы. Важно также всегда не забывать благодарить тех наших людей, чья работа – это спасать после нанесенных российскими террористами ударов. Харьков, Игорь Федорченко, 6-я государственная пожарно-спасательная часть, и Александр Гужева из 9-й государственной пожарно-спасательной части области. Благодарю вас. Одесса – врач Владислав Крыжановский из Одесского областного центра экстренной медицинской помощи, и пожарные спасатели – сержант Константин Вильчинский, и мастер-сержант Сергей Пегарь. Я благодарю. Донецкая область. Владислав Галушка, фельдшер из города Лиман, работает в ГСЧС, и пожарный спасатель из города Торецка Иван Пономаренко. Благодарю вас. Наша Сумская область – Владимир Перепенко и Александр Небылица, работники 8-й государственной пожарно-спасательной части ГСЧС области, а также Владислав Высоконь, город Шостка, фельдшер станции экстренной медицинской помощи. Спасибо вам за профессионализм и всем нашим врачам, всем вашим коллегам, всему коллективу ГСЧС Украины, каждой бригаде экстренной медицины, всем врачам, фельдшерам, медицинским сестричкам и братьям. Спасибо каждому и каждой, кто заботится об Украине, о наших людях, о нашем государстве. Благодарю всех, кто уничтожает оккупанта и работает ради того, чтобы Россия ответила за все содеянное. Слава Украине!